Еще и один�вер, и small, и тревогЯ, сейчас будет." Кому-то начал finish Cecij pred documentations. Кому-то начал Bach'i-Supiukhi. Anschlите на Jaimhezle и на Aggивей nhé. Кому-то могу начал Thanksbhiukhi. Кому-то начал hovel из восьмерения Savistakhiевshatta. Вот хотел о следующем плане с Волос induction period. я и джай уничтожен парамахам сапаревраджи качаря варя что-то рашташи шиман бахти ракшак шидар дэвгасвами махарашки бхагаван шива бахти седан сраслоди токур папхупатки я джай уничтожен гаурки шорда с бабожи махарашки я джай уничтожен сочетана бахтинова токурки джай уничтожен по силу джиган хода с бабожи махарашки я еще рупану гуру варгаки джай на матча решила хридаста курки джай нам такой девочек на урин веке идею сочетание сраслод махачаре урин веке джай щипа отведя роман пробуки джай уничтожен партыш варенивши вачи бахти дам с вами пропадки идея я сапарикар шиши гуру гуран гаганхар вагерит хариджики джай джай щи гирираж гвардханки я джай щи нериси имхады прохват махарашки я ящи мать тулусы махарани вы недели ки джай бахту ринды ки джай бахту ринды ки джай 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 гур примананды харибу хари крыши дорогие преданные наши поклоны всем очень рады всех видеть добрый день вот мы продолжаем все не читать хирома и ну мы начали 5 новую ханга вчера ом ася сия ютхекханда маха мантра сия бхагаван васи штхариши ану штук чханда врата дошарадхи параматма дэвата намаха хриди ом хам врата дошарадхи параматма дэватая намаха хриди ом хам виджая намаха гухье ом намаха шактае намаха падаю ом баратая киракая намаха сарвангей так мы вчера читали о качествах господа армачандры они вернулись в айотхи и какое-то время жили соответственно со своими женами и подошло время подошло время что царь дэшарадх он захотел передать борозды правления царством господа армачандры мы закончили на одном варианте сейчас мы прочитаем еще другой вариант другие варианты этой главы некоторое время спустя царь дэшарадха призвал сына барату отпуска кайке и сказал о мой беспрашный сын твой дядя ютхаджид сын царя кайке приехал за тобой ждет вступай же с ним и ты увидишь деда и его дворец вняв речам дошарадхи сын кайке и своим братом шатрубны стали готовиться к отъезду кайке и увидел брата прибывший из кейкаи и узнав что вот у салокому барате приказано отправиться с ним радостно принялось собирать сына в дорогу кайке это мать мать бараты кайке увидел брата прибывший из кейкаи и узнав что вот у салокому барате приказано отправиться с ним радостно принялось собирать сына в дорогу пометую о воле царя кайке и послал сына к своему отцу снарядив ему в сопровождении придворных солдат множество колесниц и большой отряд пехоты и конницы тот же кто подобен был отпуску богов низкой до самой земли склонивших стопам своего богоподобного государя и почти сложив мало ладони молвил отец я готов исполнить любое твое приказание поцеловав лоб и нежно обняв юношу напоминавшего молодого игривого льва царь обратился к нему в присутствии собравшихся ступай мой кроткий сын внемли моему совету дорогой поезжай к своему деду по матери и обрати внимание на его дом возьми собой шатругну он так привязан к тебе окара врагам твоим преданный тебе он во всем подражает тебе он тебе дороже жизни ты всем сердцем привязан к нему наделенному он столькими великолепными качествами посему призываю тебя уважать и беречь брата как тебя самого как себя самого сын мой не допусти чтобы шатругна покинул тебя всегда поступай так чтобы окружающие неустанно восхищались твоим благородством дядя твой тоже достоин уважения сколь и твой отец почитай его как почитает божество сын мой будь смиренным обходительным не проявляя излишней горячности усердно служи браманам жизнь коих посвящена постижению вет не жалей сил чтобы доставить им удовольствие обращайся к ним за советом пусть их наставления изливаются на тебя как вода бессмертия браманы стоят у источника процветания и счастья и в этом их величие без браманов воспевающих ведические гимны не обходится ни один ритуал о мудрейший из мудрых дабы охранить бытие этого мира боги возвысили дважды рожденных над всеми остальными сделав их богами на земле они несут нам свет и швед харма шастры и непреложные законы благочестия они же учат нас искусству стрельбы из лука постоянно ездя верхом на колеснице или на слоне достигим мастерства в изящных искусствах изящное искусство ганхар в виде который включает в себя музыку танцы и новом подобное он указание врагам твоим тебе надлежит познать механику и другие прикладные науки но возлюбленный сын не жертвой праздности ни мгновения твоей жизни ибо не в этом твое благо постоянно посылай ко мне возвышенных и мудрых гонцов для меня будет радость и услышать о твоем благополучии вступая же сын мой с этими словами повелитель человечества отпустил барата глаза его были полны слез голос прерывался от сдавленных рыданий барата же получив разрешение отца и могущественного рамы поклонившись матери и другим отцовским женам он был вместе с шатругной в сопровождении в великой армии состоящей из четырех отдельных отрядов во главе с рамой и с лакшманой которые не в силах были расстаться с братом процессия двинулась в путь в окружении толпы горожан проехав более полуёджиное пути могучий герой мудрый барата сын Кайкея вместе с шатругной сошел с колесницей и оба они припали к стопам рама который обеими руками поднял шатругну и барату с колен заключив их в объятия со словами о сын Кайкея памятуй обо мне и лакшмане а мы с лакшманой тоже не забудем тебя и шатругну после этих слов барата выразил брату свое почтение пав ему в ноги вместе с шатругной обнял лакшмана и продолжил путь в сопровождении множество любящих друзей и приоритых слух которые не могли покинуть его великий барата запрещая благородным друзьям двигаться дальше не мог дождаться когда покажется город его деда по матери и разговаривал по дороге с милыми сердцу спутниками так путешествуя много дней он сам его армии и животные не ведая усталости преодолели множество прекрасных лесов рек и гор и наконец их взором пристал чудесный город и царский дворец подъехав ближе барата выслал гонца повестить о своем прибытии выслышав посланца царь просиял от счастья в тот час распорядился пригласить доблестного барата в город жители тщательно вымыли улицы посыпали их песком в строгом порядке расставили горшки с цветами и пригласили барату в город благоухающий благовониями украшенный гирляндами диких цветов в аномалах в шабхамале существует правило предписывающее собирать гирлянду из цветов характерных для шести времен года цветов кадамба расставленных с определенными интервалами чтобы делить ее на равные части гирлянды достигают колен и реющими на виду знаменами по звуке труб сопровождаемый толпами прекрасных картизанок танцевавших в праздничных нарядах барата вступил в столицу на пороге своего дворца на пороге своего дворца его воспеваемого гирольдами и панигиристами встречал престарелый монарх здесь окруженный роскошью и всеобщее внимание счастливый барата обрел свое жилище однажды великий барат едва пробудившись ото сна пал деду в ноги обратился к нему с такими словами я готов служить тем наставникам которых назначил мой повелитель они благочестивы смиренные им открыт истинный смысл шастер они хорошо разбираются в писаниях и науке о числах виртуозно владеют оружием и в частности луком глубоко изучили законы касающиеся деятельности людей относящиеся к различным социальным и духовным категориям прекрасно управляют слоном, лошадью и колесницей в сведущих изящных искусствах и технических науках я готов исполнять волю тех кто обладает смирением и в совершенстве по стих веды и веданги веданга вспомогательная наука дополняет науки дополняющие веды и предназначенный помочь читать, толковать и правильно применять веды при сжатого приношения насчитываются шесть виданг шихша фонетика чхандас метрика якарана грамматика нерухта этимология дьотиша астрономия и каупа обрядовый ритуал помимо жажды знаний из твоего разрешения о великий монарх я буду следовать наставлениям этих учителей на все твоя воля мой государь вняв речам Барата сына Кайкея царь Кайкея приказал ему предстать его предстать его собственным учителям ревно соследуя их наставлениям Барата сын Кайкея сделал сознатоком вед веданг и шастер я ваш верный ученик смиренно обратился он к своим учителям желая усилить свой ум Барата жадно впитывал учение вед веданг и шастеры постигнув смысл шастер он вместе с шатругной обратился к изучению различных фундаментальных прикладных наук шаг за шагом продвигаясь от азов к вершинам знаний строго следуя наставлениям учителей смиренный и учтивый он почитал учителей дарами и прочими знаками внимания и внимая их наставлениям достиг высшей степени мягкосердечия и смирения движимый жажды знаний великий и мудрый Барата надолго задержался в доме деда Благодаря обширным познаниям в различных науках Благодаря обширным познаниям в различных науках он постиг их истинный смысл желая обрести благие качества богатства и в конечном итоге освобождения он всей душой предался тем кто отличается глубиной познаний и добросердечием зрелостью и мудростью кто постиг истинный смысл шастер и никогда не покидает стези добродетеля стремясь к мудрости и настоящему знанию он строил свою жизнь в соответствии с высказываниями и афоризмами мудрецов когда Барат обрел должные познания в науках и искусствах стал скромен учтив и избавился от всех сомнений относительно природы добродетеля его посетил мысль снарядить к отцу гонца призвав старого верного слугу я обратился к нему с такими словами благо тебе возьми самых быстрых коней поспеши расскажи обо всем что знаешь отцу и матери прежде всего расскажи отцу и матери как мы проводим время в доме деда затем вступай к раме и с великим пощением обратись к нему от моего имени твой слуга Барата приветствует тебя и шлет земной поклон желая знать о твоем здравии и благополучии я также хотел бы узнать как дела у акшманы передай мои почтительные поклоны моей матери паушали сумитре и вайдехи повинуясь приказу Бараты ганец отправился в прекрасный град в прекрасный град Айодхи возведенный царственным мудрецом Ману и управляемой Дешарадхой прибыв туда как ему повелел Барата через несколько дней он пристал царским очам своим красноватым оттенком напоминавшим перед царскими очами своим красноватым оттенком напоминающим мудрецкие лотосы о царь царей мол и слуга Бараты жив и здоров твой великолепный сын постиг науку стрельбы из лука веды и шастры в которых идет речь об обязанностях царя он овладел теорией и практикой езды на слонах и колесницах послушный твоему слову он обучился слагать вирши и сочинять музыку скакать на коне и преодолевать препятствия а также превзошел науку о небесных телах речи вестника привели восторг царя к Айкеи и Каушалию восторг царя к Айкеи и Каушалию сумитру и раму снадив его ответом нагрузив надлежащими дарами монарх отправил слугу обратно к сыну движим отцовским чувством которое он испытывал к своим возлюбленным сыновьям Барате и Шатругне так ну на этом мы сегодня закончим вот очень важно уловить смысл происходящего то что мы читаем в разных и слушаем лекции и в разных но лекциях в разных местах мы слышим как бы ну отличающиеся повествования но мы должны всегда улавливать суть потому что главное мы сейчас все равно не поймем что там происходило это было там несколько миллионов лет назад и как там были события как они развивались на самом деле ну мы должны понять суть суть заключается в том что пришел Господь в облике совершенной личности он пришел не один также пришли его экспансии в виде бараты шатругны и лакшманы и соответственно эти великие цари то есть это сам Господь который на примере того что он играет лилу лилу в роли царя и своих так сказать братьев они показывают как вообще как нам жить то есть они на своем примере как они общаются как они разговаривают между собой как они обходятся кому они почтение выказывают это для нас очень большой что особое внимание уделяется священнослужителям браманам мы имеем ввиду подлинных браманов которые действительно на царя суреоточены на на высшем на поклонении на каких-то молитвах на каких-то обрядах в каждое время это свои какие-то обряды свои какие-то правила предписания но вы должны понять что самое главное это преданные самое главное это духовные люди которые действительно занимаются духовным которые пребывают на плане духовного сознания потому что в этом мире много чем люди занимаются очень много чем работают огороды животноводство все что угодно можно делать но мы должны понять что есть особая группа людей которые занимаются исключительно духовными вопросами которые пытаются жить или живет или пытается жить на совершенно другом плане бытия на тонком измерении на и на этом измерении все по-другому время течет по-другому и соответственно мы должны всегда оказывать почтение тем тем личностям которые живут или пытаются жить на этом плане на этом плане сознания Хареи Кришна Хори Харая нама Кришна Ядавая нама Ха Харея Рая нама Кришна Ядавая нама Ха Ядавая Мадавая Кришна gensы Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok